Эти ребята требуют мечевидный ключ, причем один. Отдаем? Хорошо, что один, да. Все, ребят, это Elden Ring, на связи Чандр и Ольмина. Здравствуйте. Мы продолжаем играть за ножи, в частности за Редувию. Даже плейлист называется Редуве, потому что основное наше оружие именно Редуве. Очень понравился мне этот нож, еще когда я впервые играл в Elden Ring. Только я его увидел, все, я сразу понял то, что хочу. За мага, к сожалению, нельзя было пользоваться Редувией, потому что это пепел войны. Кто скажет, что тот, кто пользуется пеплами, это маг? Вот и не так, ребят. Вы ошибаетесь. Маг это маг. Так, удар, удар. Два удара, да, пока наносит? А он два и будет. Три наносит только во второй фазе Бодрик. Действует? А, ну, кстати, вроде бы действует, да. Хотя я немножко удивлен. Теневой? Да. Или мы Тередувием попали? Ау. Бам, бам. Бам, вот, нет, все-таки троечку он пробивает. С первого раза, разумеется, убивать, но это нельзя, ребят, просто. Игра не поймет, если с первого раза кого-то убьет. Работает, кстати, кровоток, правда. Так, от этого я лучше убегу. Можно прыгнуть? Спасибо. Ну, теперь легчайшее, понятное дело. Еще и подрежу немножко. Плюсик. 98 боссов. Знак Готфри получаем. Заряженные, ребят. Заряженные. Если бы Тередуви могла заряжаться, можно было бы использовать. Но поскольку Тередуви не заряжается, для нас это абсолютно бесполезно. Угу. Давай кавалериста. Да, тут нигде не станешь. Это проблема. Угу. Ну давай, это будет честный поединок. Ну, это не честный поединок. Ну, вообще-то он на коне. Он на коне. И умудряется уворачиваться на коне. И не получает по лицу, в принципе. Слушай, он вообще не получает. Он вообще не получает по лицу. А как его убивать? Слушай, он вообще не получает. Ну, он даже не собирается. А вот конь получает. Не, ну это нелепость. Надо искать решение, потому что я так не смогу его убить. Там вон есть какие-то холмики. Скалистые. Скалистые холмики? Скалистые холмики. Так мы их и назовем. Угу. Вот где-то со скалистых холмиков, возможно, мы ничего не сможем сделать. Есть такая вероятность. Пока он просто не одумался, можно его нарезать. Угу. Это же собака. Какая-то текстура тут неправильная. Ну, в этой игре все собаки. Собака на собаке, понимаешь? Аккуратно. Он пытается запрыгнуть. Вот. Вот, ребят. Это вот нормалек. Плюсик, да. Плюсик. Даже за него 12 тысяч дают, понимаешь? А за трех кристаллицов... Трех кристаллицов просто плевут в душу. Так, и у нас остался здесь зверь падающей звезды. Да. Так, мы здесь забегаем. Ой, вот эта детька, кстати, будет мешать, по-моему. Я по нему видна, что он будет мешать. Серьезно? То есть в конце критульки он мне... Тайминг, да, тайминг делаю. Киверспарт. Да. Таймингист. Сможем ли мы его одолеть, вопрос? Слишком большая открытая территория. Мы по нему слишком мало наносим. Кровоток на него, конечно же, не есть. Что-то бычет. Он что-то присел внезапно. Хотя он не совсем бычет. Это что-то другое. Больше на насекомое. Что-то другое. Он как бы... И бык, но... Быксикомное. И с головой от жука... Убивец жук. Жук-убивец. Тоже может быть. Звереныш, я пришел договориться. Звереныш, я пришел договориться. Нахожу. Хвостик обогу. Хвостиком махнул. Камушки-то полетели. Угу. Опять этим ударом. Руны бы забрать, конечно, неплохо. Не обязательно, но желательно. Хотелось бы. Хвостик. Самая проблема это вот камушки. Они с затяжкой просто. Опять эти камни? А-а-а. Это другие камни. Да ладно, ты и здесь меня зацепил. Опять этим ударом. Вон то, что нам нужно. Мы решили, ребят, немножко... Попробовать другой нож. Черный нож попробовать. Потому что, если честно, задолбал этот зверь. Он душнил. Все, куда-нибудь, пожалуйста. Так, возьмем здесь семечко. Угу. Возьмем здесь семечко. Это, ребят, червеморды. Это, ребят, червеморды. Вольнем сначала его. Нам нужен просто опыт на прокачку. Мы топ потеряли вообще весь. Так уж получилось, что он убил нас... Он вместе с лошадью, короче, закопал. И бабл убил сразу. И раздавил потом ударом добивающим. Без возможности что-либо сделать и как-либо это избежать. Просто не повезло. Все, он уже встает. Все, червемордый. Плюсик, да. Сотый. Это сотый уже? Да. Это сотый. Хорошо, сотый пусть будет червемордый. Так, теперь нам нужно отправляться в кузнецу. Этого нам точно хватит на прокачку. Черный нож качаем. Раз, два. И до девятого. На самом деле он скалируется от веры, что неприятно. Это действительно неприятно. Но от ловкости он скалируется неплохо. Так, по-моему не набрали. Неа. Мы находили миллион могильных, но не призвачных. Так. Я не знаю, как он будет пробивать и будет ли он вообще хоть как-то пробивать. Слышно. Ничего себе. А че это было? А че вперед? Ну в целом неплохо. В смысле вперед? Ага. А урон-то хорош. Что-то оно и вокруг тебя, и еще летит куда-то потом. Оно летит. Самое главное, оно летит, и оно летит далеко. Далеко. Оно почти достало до него. Плюс оно снижает хп-ху противника. Короче, это как у Тихеи. Она же черный нож. То есть, ее черный нож достался какому-то вообще другому. Нет, это все черные ножи такие. У них у всех такая шпит листья. Ну ладно. Слушай, а мне нравится. И это без веры. Угу. Какой хороший нож. Камни кидает. Прошип его. И довольно дальше летит, чем Редувя. Очень. Редувя, в том-то и дело. Именно для этого мы его и взяли. Он очень далеко летит. Плюсик. Плюсик, да. 101. Здесь понадавали кучу всякого нам. Говна. Редувя очень хороша. За счет того, что ею можно заспамить. Здесь, как ты видишь, заспамить не получается, но он бьет далеко. Он вообще классный, да. Интересно, интересно. Так, в грот парфюмера пойдем тогда. Ой, я ж не показываю, да, грот парфюмера. Мы уже бежим. Это же катакомба, по сути. Так, тут будет противный противник. Ну, надеюсь, что мы его вольнем быстро. Этот? Да. Или он нас вольнет быстро. Да кто-то точно нас вольнет. Его желательно бы убить. Кто-то умрет, а вот кто? Хороший вопрос. Может, его этой? Все-таки черным ножом он должен дать дальше. Предлагаешь ножом? Ну, давай. Сейчас, кому-то пройдет. В целом можно. Не, черный нож объективно хорош. Редуви просто придется прям рядышком стоять с ним. Да. Зато Редуви мы бы за прокаст убили. Да. Но лучше после его убить. Это да. Все, готово. Он не босс, ребят, но он супер сильно мешает. Это же цветы. Кто здесь у нас? Кто у нас здесь? Омен киллер и Миранда? Да. Омен киллер. Он кровотоковал прям хорошо. Так, тогда Редуви. Что-то цветы не ходят далеко. Ну, вообще, не ходят. Не знаю, что не ходят, но они же недалеко ходят. Ой, сбился. Умер. Я же говорил, что хорошо на него действует. Убей. Все. Готово. Плюсик. Плюсик. Большой тесак убийцы знамений. Таких в игре два. Угу. Все, а теперь мы идем в... Теперь это точно, да, последние кристаллины? Да я что-то это... Немножко вафелька от того, что здесь тоже будут кристаллины. А теперь идем в туннель Альтуса, ребят. Туннель Альтуса. Может, это еще живут кристаллины? Давай не надо. Мне казалось, что там все. Когда троих убивай, потому что двоих... Ну, что их последних просто убивал постоянно. Мы убивали одного, мы убивали двоих. Мы же двоих убивали. Тут еще двое. В Академии Райо Лукария разве не два было? Два. Ой, здесь близко. И спер. А тут... Спер и... Да-да-да-да-да-да-да. И диск будет. Рингблэйд. Рингблэйд. Да. Кольцевой нож. Колени болят, тут операции не было. Ага. Сейчас проверим этот нож. Ага. Он даже очень хорош. Сейчас оно прилетит. Ух ты. А что, так можно было уклониться? Видимо. Ай. Но мы же недалеко. Упокойся. Буянить. У второй буянить. Купил новый телефон, молодец. Подожгли. Прям... Мы жжем. А, правда, он не сбивается. Он не сбил. Даю в жопу. Мы жжем. И там ладно, сбился. А, ладно, он дотекся. Он дотек. Что-то не убил. Дотек, реально. Я вижу, что он дотек. И со стороны видней. Кристаллины в туманом. Ну, не знаю, в каком тумане. В каком-то нагреть. Нет, кристаллины просто на карте существовать-то они существуют еще. Есть три гнильца в локации Маленьи. Есть... Не как же боссы они, да? Они не как боссы. Они просто как могут. То есть они воскресают. Да вообще, в локации у Маленьи там очень много кристаллинов. Не только три гнильца, а там еще и в других местах. Да, один ты же не напомнил мне за это. Мы увидели. Потом поменяли, но... Она уже списалась. Да. Я думала, у тебя подписка позже. А хороший нож. А мне нравится. Все, и с кристаллинами уже не так сложно, а? Уже, да. Уже нашли выход. Мы сможем сзади. Конечно. Хотел. Он видит... Километр. Давай еще уклоняйся, блин. Все равно он жжет. Это, кстати, проблема. Почему она перестала сжечь? Да не то, что она и стала сжечь. Там проблема другая. Что-то, скритык пришел. Да. Благо все равно попали. Но вот это уже радиус, понимаешь? Угу. Мы жертвуем ДПСом. Главное, это урон в секунду, говорили в Верайзинге. Ой, в Empire Survivors, извиняюсь. Тоже те же вампиры, только в профиль. Какой уже по урону в секунду, ребят? Все зависит от ситуации. И здесь урон в секунду ваш в данной ситуации нафиг не нужен. Хотя мы могли подойти Редуви и его нашпиговать хорошо, это правда. Но здесь, как вы видите, безопасней получилось. Так, а вот хороший вопрос. Может, Верочку до двадцатки? Да давай Верочку. На Верочку. Вера, потому что... Угу. Хорошо. Так. Вот тут, кстати, не знаю. Возможно, лучше Редуви бить. Однозначно. Быстрее будем. Хотя не однозначно. Я кто знает. Ну, можем и так, и так попробовать. Левой иммунитет кровотоку. Там клинмарики стоит. Так, давай, знаешь, что сделаем? Левой иммунитет кровотоку. Пойдем сюда. А тут вот вопрос. Успею я Редуви и заредувить или не успею? Не успею, ничего страшного. Нет у него иммунитета кровотоку. У него нет иммунитета кровотоку. Все, тогда шикарно. Тогда скорее Редуви в огнем. Ну, можем посмотреть, если не получится. Зарызать. Ау. Не надо зарызать. Например, такого исхода я и ожидал. Ну, да. С прокаста, да. Этот, правда, сильнее. Тихо. Тихо. Че? Че не хватило-то? Все. Все. Плюсик. Тоже плюсик. Ожидаемо. Вот здесь я помню за щиты, как мы этот щит получали. Просто вообще фантастика. Это же Маргит там, да? Сверху. А внизу... Маргит. Изъявленный древесный дух? Да. Ну, пойдем за изъявленным древесным. Что? Ониксовый лорд. Там в пещере. Ну, все равно. Это ты смотришь, что это сверху? Да. Пойдем. Какой нынешний кило? Давай-давай. Забегай еще. Который падает сверху. И убивает все же мое здесь. У меня укроти не работает? Да. Он вообще какая-то стрёмная фигня, будем честны. Плюсик, плюсик. Тоже плюсик. Так, Маргита я бы все-таки вольнул. Что? Пропустил? Не-не-не. Раз он есть, то вольнем его. В целом он не обязателен. Вот эта горгуля, ребят, боссом не является. Поэтому мы ее пропускаем. Мы убиваем всех боссов, которые на интерактивной карте. Вот и все. Именно на интерактивной. Потому что выискивать там, вычитывать, кто из них истинный босс. Кто не... Идите в жопу. Серьезно. У нас есть интерактивка, мы идем по ней. Вот здесь вот будет сейчас Маргит. Мы его вольнем по-быстрому. Просто на расслабься, не палься. Можно было бы и Редувей. Но раз сегодня черный нож, значит будет черный нож. Бьет он хорошо. За спамом, правда, это может быть не лучшее решение. Потому что у него дот. Ну как же далеко он достает. Он отступает уже. Конечно, отступает. Жопа-то горит. Аккуратно. Он наступает. Ой. Это было неприятно. Киданул-то. Но у нас что-то вроде гиперармора, да, активировалось, получается. Он потому что по нам... Так нечестно. Он по нам попал, но не попал. Но сбил щит. Сбил щит, но при всем при этом... Атака нет, не отклонилась. Ау. Все. Это плюсик, ребят. Но это считается боссом. Медальон с зеленым янтарем. И опыта за него дали, по-моему, больше, чем за кристаллинов троих. Игра, конечно, такая. На подстёбе. В плане, убиваешь троих кристаллицев, потеешь там 10 минут. 8500. Вот так вот заходишь, просто на расслабоне кого-то убить. 1010 тебе дают. Отлично. Повысить уровень веры. Бесмелиной. Нафиг её. Так, пока не будем всё-таки покупать мы вот этот факел. Факел часового, ребят. Мы дошли до торговца просто вот до этого. На нём, получается, и завершим. Если что, факел у него будем покупать. Напоминаю, что мы использовали этот факел один раз. Мы использовали за потоки паразитов, потому что там нужно обязательно наводиться на цель. Здесь я предполагаю, что мы сможем, смотри, вот так вот сделать. И, ну, ты поняла. Надеюсь, что так получится. А вот что точно получится, так это выход видео, если будут вот такие вот классные, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры, к числу которых, разумеется, можно и нужно подсоединяться. Ссылка в описании, ребят. Ссылка на бусти. Присоединяйтесь, подписывайтесь, и в титры попадёте, и много ещё чего. Да перейдите, да посмотрите. Там вот увидите огромное количество различных постов, которые вас обязательно заинтересуют. Так что вступайте в семью. Ведь семья это главное. Спасибо. 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 Продолжение следует...